так друзья здравствуйте вот доброго дня мошквичам сибирякам добрый вечер и так юбилейный вебинар надеюсь что будет и 100 и 200 и посмотрим вы своими последними письмами мне опять нарушили всю последовательность поэтому писем много отвечая на звонки бывает в сумме по несколько часов в день вот но некоторые имеют очень большое значение я говорю так отвечать еще полца или написать несколько страниц мне трудно ответить на вебинаре я обещал это нескольким десяткам людей поэтому но они все имеют значение некоторые пусть дублируются но и новичков среди нас тоже хватает поехали значит сегодня был звонок из общанки краснодарского края это та самая родина нашего великого сибирского писателя астафьева вот жаль я один раз там был но уже в живых не было в этом вот прекрасно помню микроклимат берег енисея незамерзающего звонок из дома который ближе всех в общанке красная к этому к незамерзающему не сею а яблонь и груши растут абрикос не пошел вот она позвонила мне как раз из одного абрикоса вот как вырос на метр так и оставался в этой паре естественно и когда я сказал а вы имеете понятие насчет не глубоко закапывать а потому что возможно он прекратил свой рост у него нет сил расти потому что уже по основание штамба помните мою которая почему-то не знает до сих пор многие супер специалисты основание штамба под стимулярии я уж не говорю в том что даже и семидоли могут быть под землей это одна причина растет растет но потом начинает загибаться и вторая причина это гепатогенная зона она тоже очень важную роль может играть по той причине что когда-то у меня совершился случай особый я приехал к нашему авторитету я рядом с ним был если конечно еще не высшая лига то он был высшая лига а я был как бы сказать только на поступах я имею ввиду уровень знаний уровень достижений вот зовут его бельтяевский авторитетов и мы поехали к нему туда выше выше в лесу горная на дачу два ряда абрикосов под одним количество абрикосов немерено другой ряд на метр полтора и все подыхают вот маленько я уже как начитанный чек стукнулся в лоб сказал вот Александрич у тебя здесь гепатогенная зона понял он меня не понял но явно только разводил руками посаженного все в раз а и тут же растет и тут же вот отцепил три метра ряд абрикосов и не растут поняли да вот так же я объяснил даме села овсянка вот а что мне делать пересаживать тогда все и выяснится кстати когда с гепатогенной зоны пересаживаешь они так быстро нагоняют своих более удачливых этих самых коллег вот очень быстро нагоняют если он нормально если он не был заглублен следующее вот это письмо не совсем свежее я его бы и это еще не скоро бы к нему подошел вот так получилось что здесь есть подпись Алексея Ляхова а здесь есть ниже Алексей Л я надеюсь что это вы а если не вы то это совпадение почему потому что и тут и там речь идет о серьезных вещах вот мне осталось только от вас услышать подтверждение что вы ляхов или наоборот может быть кто-то другой вот ну и поэтому я взял и показал оба ваши письма первое пусть не давненько было но было значит так финиковой пальмы удалось вырастить семян 22000 лет надеюсь что это все правда вот авторы проекта выбрали больше этих семян посадили почву 2 мы отбарковали 6 долларов сходы даже получили свои имена в результате эксперты смогли вырастить иудейские финики которые считались утраченными это еще раз подтверждает ваши слова что семена сохранить свои свойства не один и не два года даже тысячи я был вынужден чтобы за мной ложные эти утверждения не цеплялись особенно когда меня уже не будет я так не говорил я как раз говорил что один два года дальше не знаю вот я догадываюсь что может быть и тысяча лет может все это правда у нас есть российская академия науки замечательный проект он реализуется на острове шпицберген или на земле пранцева я забыл по-моему шпицберген там на большой глубине под вечной мерзлотой находится склад из десятки сотен тысяч наименований наименований севмян это весь золотой запас с уважением россии и всей планеты как часто их меняют не знаю но естественно не через 1-2 года для чего он нужен но мы знаем что катаклизм может продолжаться не один год вот опять взорвался вчера или позавчера крокотал когда-то он взорвался так что посреди лета шел снег то есть наступила полярная зима когда небо закрыло от солнца и это это было не урожай и это было голод миллионы мертвых по всей планете в том числе и на руси это было 300 примерно лет назад а сейчас крокотал взорвался но видимо у него уже нет той мощи это было вчера но лишний раз хочу сказать что крокотал не последний вулкан и ни одна и ни один еще астероид крутится приближается к земле вот когда-то эти семена спасутся так вылезут когда растает ледниковый период через пять лет через пятьсот лет а такое было и будет можете не сомневаться вопрос не угадали бы мы с вами наши дети в этот период то тогда они оттает земля и как ни в чем не бывало зазеленеет в том числе и наши абрикосы или вот эти уйдейские финики вот но мы должны знать эту особенность семян сохранение свойств почему будем говорить ниже кляхову я благодарю за это информация она дала возможность продать эту тему а тут получилось так сеять или прививать я пишу прошло две тысячи лет вопрос не решен наступил двадцать первый век вопрос касается всех почему столкнулись две крайности две жесточайшие позиции значит Алексей я не говорю что я не успел выяснить все свеженькое так он привел убойный пример он привел пример такой что мне пришлось здесь написать следующее смотрите вот потому что это действительно так вот смотрите сюда все читать не будем иначе чокнемся потому что это и Антон Валерьевич он хочет чтобы я просто давал нормальные советы но здесь случай особый я обещал это из гостевой книги а я обещал рассказать на вебинаре потому что все что я сейчас скажу перевести в текст и там места никакого не хватит и так значит скрещивания проводились в советское время вот 42 комбинации сорта все знаменитые и я не вижу здесь сортов заурядных вот вот только самый северный я не знаю что за сорт все остальное незаурядное незаурядное то есть это все элита абрикосовая цифры я чтобы вас заинтересовать буду как бы как бы сказать с выражением как бы с ужасом опылено 22 тысячи цветков получено 6000 семян прилично каждое четвертое 30 процентов скрещивание осуществляется легко ну правильно что они все с дальнего востока по дереву комбинациям завязывалось больше 50 процентов особенно высокий процент получен комбинациях т 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 все прекрасно было все было прекрасно а вопрос стоит так потому что дальше чем дальше влез тем больше то есть человек утверждает все это направление не годится для любителя мы же любители он же а нас вообще переживает что дальше вот значит тут я вам скажу чтобы вы поняли что такое настоящая научная работа которая правда не дала результата вы знаете как нужно конечно иметь эти самые специальные я их называю презервативы то есть нужно от пчел закрыть все что находится на конкретно выбранных цветах вот обычно используется марлевая ткань шьются из нее мешки но это еще не все дело в том что ниже будет такой же случай я его разгадал по-своему например что получается дерево может себя полить может а у человека получилось на персике на моем и белые цветы то есть два разных цвета цветков да разные цвета цветков я предположил на потаниже ну то есть здесь что получается попробуйте вы ножницами обстричь тычинки чтоб он мог себя не опылить да обстричь тычинки вокруг пестика на каждом из этих тычинков или это сумасшедшая работа была сделана и надо за это было увольнять потому что есть другие способы или она не была сделана а просто было предоставлено дереву или принять сорт вот как из этих 42 комбинации то есть всего лишь участника 2 женское мужское и все ну он может себя опылить может попробуйте если не оскопить его если не убрать эти самые собственные тычинки что получится вот эта вся система уже будет нарушена вот а все это так только для статистики конец грустный и можно сказать катастрофический всего выращено 1460 гибридных сельцев сохранились цепили подношения выделил 120 перспективных форм давайте понять что такое перспективная форма а тут все равно понятно будет сейчас пять выделено в элиту и один сорт отличается вполне удовлетворительными один сорт только один и тот с мелкими плодами для нас мелкие плоды это смешно было бы высокая урожайность зимостойкость долговечность ну в общем то надо бы проще взять это магнерский абрикос мой не мой или там на Дальнем Востоке посадить и получится сразу высокая урожайность зимостойкость ну мелкие плоды теперь так получается большинство гибридов не имели товарного вида были забракованы деревья раскорчеваны удалены из селекционного питомника в 12-летнем возрасте то есть отобрали еще 5, 1, 7, 19 сорт ну и как вы поняли что это стоило это всё теперь так Алексей делать выводы для простого садовода путем сажания костики нельзя вот тут я с ним согласен я его поблагодарил за то что он дал мне возможность высказать противоположную точку зрения только прививка на зимостойке и ремеслые подводи с Артем Синько и в своих споре не со мной, а с уважаемой дамой, очень грамотной найдете в этом самом ее мнение найдете в моей гостевой книге там целая переписка то есть не ограничивались только в одном разу ее мнение противоположное вот я принял ее в сторону или она в мою сторону но самое интересное, что Алексей ссылался на меня вот теперь это очень важно поэтому продолжаем вот это я быстренько накидал, время было мало причина, почему гора родила мышь научная работа в садах противоречит законам природы помните, ножницы, скопления вот, а самое главное смотрите, что нам надо свобода выбора полового партнера вы видели сколько тут неудач почему, догадались вот это насилование называется то, что делали в научных саду да, и еще Алексей, пожалуйста где бы вы эту книгу посмотрите я нисколько не сомневаюсь учитывая термины, учитывая статистику учитывая действительно такая книга видимо существует вот и начало уже было положено этому разговору я просто хочу, чтобы эту книгу почитать живьем увидеть, что это все правда хотя сказать, что кто-то мог это все придумать из пальца высосать что не было такого огромного работы ну, то есть я верю вам на 99,9% и так значит продолжаю что такое противоречие законам правды свобода выбора полового партнера партнера потом ниже мы наткнемся на письмо где разные цветы на одном деле частичная или полная генетическая несовместимость чем не причина вот дело в том, что вы сорт А я не буду называть там это скрестили с сортом Б вот а результат выделили выше так вот а надо было это самое так, чтобы он себе партнера выбрал сам сорт Б Г сорт В Е сорт Д сорт Я поняли, да? вот тогда результат был бы другой и кстати не хуже почему? потому что что такое новый сорт? новый сорт он настолько должен отличаться от всех других все не так вот иначе как можно выделить попробуйте это самое когда я хожу по своему саду я смотрю ни на кого не похож я тут не похож но никто не собирается их называть сортами ученые не хотят ночевать у меня но я почему говорю получается что генетическая несовместимость она сказывается не сразу не я придумал господа ученые придумали это правда дерево сразу не показывает свой результат и Мичурин это знал и говорил не сразу получили первое урожай враг кричать рано ждем второй третий в это время происходит устаканивание это я так бытовым языком дальше уже столько раз говорил не буду говорить смотрим дальше вот вот это вот страшная вещь присущая всему научному миру еще ниже вы это увидите потому что я буду ссылаться на самых авторитетных садоводов России и мира они действительно изуверская техника господа ученые изуверская техника это из калечения дерева и почвы только приятно для тех кто хочет побыстрее получить урожай но новый сорт вы не вырастите искажается вся картина из калечения дерева а вы проимунные сорта а этот иммунный якобы сорт тут же когда вы изувесили покрывается теле и мне уже пальцев не хватает рассказать что вы творите качая грибами которые вы ненавидите и которые не виноваты только выполняют всю роль уничтожить то что вы уничтожили или убрать из этого ладно поняли да вот это вот важнейшая тема если бы вы а я же помните вам рассказывал показывал фильм при жизни Мичурина в его саду сняты вот все вот это вот я уверен что вот это вот все неудачи были связаны и с ней самое то что по закону природы этого не надо было делать вот раз а во вторых даже ваши частичные удачи были минимизированы скажем так вот этим вот сейчас время изменилось со мной пытались спорить еще в 10 лет назад 15 лет назад сейчас этих людей нет они или на пенсии или совсем в другом мире вот а новой поступления нет вспомните это генерал милиции в этом самом избрали его ну я столько кто избрал вот в эти в академике вот а про этих девушек которые вы знаете они все светились до своего назначения на высокие посты только голыми с задницами больше ничем потом прошли практику работая догадайтесь чем и оказались министрами заместителями министров начальниками департамента где угодно а какие у них заместители кого они понабрали будучи на высоких постах случилось ужас деградация науки еще и чиновничество потому что вы знаете с ученым очень легко быть это он придумал а ни один чиновник не может понять это он будет заниматься херней или действительно что-то получится вот это может быть в то время в то время это было нормально потому что в голову не приходилось что может быть по-другому вот что можно все это пройти ой ладно еще еще не раз увидите теперь так по столу железово только свободное пыление в смешанном саду свободное смешанном вот здесь главное и свободное кто заходит и в смешанном затем посадка без оглубления семян вот здесь вот наверняка вся вот эта работа была похерена глубокой посадкой наказательства были еще будут вот это страшно как бы целое поколение ученых ни один не догадался что нельзя садить так чтобы основание штаба было под землей я этого понять не могу никогда не пойму может и были может быть это те кого расстреляли посадили не знаю как получилось что боролись две школы научные еще до войны и уничтожили друг друга и на смену пришла полная некомпетентность так шанс возврата предков конечно же есть для Волочева почему я эту фразу написал вот у них никогда не вот допустим ладно я еще смело говорю например они наконец хлопнутся пол блускают железо вправо отказываемся от изверской техники не будем калечить деревья раз отказываемся от частичной полной несовместимости то есть свобода выбора полного партнера два так делаем без углубления себя и увеличиваем цифру в сто раз то есть все научные институты все бросаем на это дело чтобы сейчас поймете к чему я клоню чтобы было не 22 опыленных свитков заметьте каждый почему они посчитали 22 тысячи почему они написали 20-30 или сколько а потому что каждый опыляли отдельно иначе быть не могло иначе то самое свободное опыление вот что а теперь берем умножаем на 100 все институты все бросают все силы вплоть до уборщиц вот всех еще привлекать этих самых студентов как в военное время курсанта военных училищ бросали в атаку на танки вот они в сто раз не 22 тысячи а 22 миллиона и результата не будет читаем Галина Чернова она его оппонент где-то в голове версии что она из ученого мира ну больше ничего не знаю не могу я все помнить огромный объем информации а у меня в детстве памяти выскажу защиту косточек естественно сортовые признаки можно передать исключительно черенком то есть так же как у картошки к клубным и так далее вот теперь посмотрите эти самые сколько-то тысяч косточек посадить выбрать экземпляр полностью идентичный академик собрать все косточки посадить вырастить выбрать тоже академики так слово пока абсолютно всех косточек будут рождаться академик вот тогда это будет сорт полностью со слов вот я вас поддержал я сказал я на вашей стороне но это в принципе вот если все это сделать будет полная деградация больше ничего поверьте мне я знаю что говорю вот сорта не будет почему мы сад одни академики и рядом пчелы говорят переносит пыльцо за 300 метров да не проверял естественно ну допустим это правда мы берем за километр ближе ни одного априкоса нет вот а я все время вспоминаю извините у меня последний долгий разговор мне нужно доказательство своей правоты они мне жизнь дают вот а жизнь дает такое что я еду и помогаю добровольно потому что человек надрывается я рассказывал уже один раз может забыли или не слышали таскает тяжеленные баулы полиэтиленовые прозрачные аквариумы там сидят караси самые обыкновенные караси их там штук 20 я помогаю заносить самолет вот нам выделили ВИП этот самый специально там как бы отдельно он мне благодарен я таскал я молодой я получил информацию такую которую должны знать все начиная с академии наук он мог и не знать отработанная схема на Украине он мне говорит извините я не могу иначе мне нужны доказательства своих же слов если я говорю что я с вами не согласен если академик не будет сорта а будет деградация то за этим что то есть выше простите еще не поняли в чем я клоню сейчас скажу итак украинские караси жирные толстые и промышленные на улице в Новой Каховке я видел это несколько раз останавливается машина прямо на тротуаре не на первой части выносится 4 скамейки с этими с ногами или как они там с опорами кладятся на бок получается квадрат в этот квадрат самосвал вываливает там тонну или две живых карасей их разбирает потому что цена копеечная по нашему теперь слушайте дальше я его спрашиваю самолеты это награду я получил что своих карасей мало он говорит это дикий карась с Китая с родиной карасей к нам они попали оттуда вот наши караси за 2-3 поколения полностью деградирует это заметьте их тысячи десятки сотни тысяч наверное их миллионы в этих садках растут они становятся вялые теряют перестают как бы по нашему плажоносить они у них вырастают глаза на одной стороне у них покрываются язвами и дальше говорить жутко вы не перестанете покупать их в магазине что еще он мне сказал мы выпускаем ну сколько их там было примерно 10 вот таких вот каждому ну я прикидывал ну может по 500 мы выпускаем каждый понемножку и все и полностью здоровый состав следующие поколения здоровые вот это когда это самое угробили все вишневые сады даже не понимая что творят только с трибуны которые меня прогнали следующий автор этот оратор говорил нет у нас все деградировано грибы съели даже понятия не имею что грибы не съели ни одного листика не то что там миллионы миллиарда листьев вот это наш уровень и вот что получается вот вышло так что один край это не будем очень грамотный умный человек значит Алексей говорит не будем не надо не советую вот но только привать вот а обратно надо можно вот академик станет сортом никогда не станет деградирует только перекрестное пыление сорта нет только перекрестное пыление академику подать другого этого самого хорошего чтобы он не потерял качество крупноплодного пыли тогда нет морозостойкости вот а пыли мелкоплодной нет академика ну куда профессионал податься я скажу куда податься это будет ниже я вас интригую и вот и получается вот как она пишет 10 пока не 20 никто не знает я знаю не надо 10-20 не надо ни 20 ни 100 деградирует гораздо раньше вот видите как она она правильно пишет за это время ни одна пчела не должна принести чужой пыльце изгне как не должны посаженные образца паляться между собой реально нет молодец жизни не хватит возможности смысла нет все равно будут другие пчелы и кости моментально они станут сортовыми вот я говорил говорил а она оказывается про это написала вот однако считается что абрикосы неплохо передают свойства через косточку 100% попадание вряд ли будет но относительно близкое вполне вот про свои цифры я уже говорил да шанс вероятность что будут культурные не обязательно такие же но культурные очень высок но почему я потом скажу как и то что в случае если кости берутся из сада с множеством других великолепных культурных опылителей вероятность получить образцы превосходящие по качественной форме не так уж мало у вас есть один минус знаете какой вот и все мы уже читать не будем я только одно скажу негде взять морозостойкости вот в чем беда но мы будем проходить жаль я не могу все это вот вот я вывод мысль о том что для простого садовода путем сажания косточки нельзя не разделяю вернее сказать тут многое зависит от того насколько садовод простой ну давайте это самое так что мы имеем реально вы же Антон Галерий все пытаемся как-то ограничить себя советами простым людям потому что переубедить допустим нашу Галину или Алексея невозможно это понятно они всю жизнь шли к этим мыслям не за один день смотрите реальность какая еще ниже покажу рынок 99% вранья прививать 90% 99% садоводов самим не прививать и прививать не будут никогда уж я-то знаю сотни тысяч за все годы звонков сделайте так чтобы у меня были культурные но не прививать и вторая причина я когда-то когда я начинал лет 10-15 назад у меня был сад на острове его еще не сожгли у меня было немереное количество этих самых черенков например когда ко мне обратился тот самый знаменитый питомник сад огород ой нет сады России вначале они были сады урава нет не так в общем сейчас это сады России во главе с генеральным директором который меня приглашал я рассказывал который меня переманивал вот тогда он был жив он у меня выписал 2000 черенков только он один и действительно тогда это первый последний шанс единственный шанс это когда черенки мне заказали по-настоящему и один шанс когда Ваулин исполнитель мяса главы директора института научного мяса заказал большое количество косточек это все а так у меня получается с каждым годом черенки покупаются меньше в этом году купила чек 40-50 это на всю Россию я смотрю и разложу руками если меня знали и намного больше выписывали в те годы а про меня все больше узнают а выписываются меньше значит извините и мои оппоненты и друзья Алексей и Галина что получается получается что интерес падает и советовать прививать бесполезно можно написать можно доказывать что только прививка выдерживает поддерживает и прочее и прочее хотя здесь тоже гораздо сложнее не так просто геологическую несовместимость нельзя отменить ни при прививках ни при этих самых перекрасного пыления и там и тут она роль играет получил больное дерево вот тебе новый сорт пока радовался но сдох понимаете у меня есть компромиссное решение мы о нем будем говорить пока получается так мне больше нравится точка зрения галины так черновые но то есть так без компромисса прививайте прививать никто не будет идем дальше я выбрал абрикос мичуринский вы можете обратили внимание шанс возврата к предкам почему вот эти вот мы уже говорили везде звучало с одной стороны с другой стороны вот это вот это страшная неудача страшная это было уже не времена Сталина вот это 49-57 нет времена Сталина елки-палки а что же вот так-то результат такие ну я уже говорил результат калечить деревья и при этом добиваться иммунитета это дурь невероятная я до сих пор я уже ниже покажу во что это выливается потому что она продолжается страшная вещь так никто ничего не понял вот к сожалению и что получается я беру глобально так вот игра ради вам мышь шанс возврата к предкам вы знаете к чему я все их неудачи не потому что они используют только традиционное садоводство и где они брали это все когда-то были джуджени спасибо Бродскому он меня познакомил они жили знаете это народность или это государство джуджени да вот они жили на Дальнем Востоке и они там играли такую же роль наиболее продвинутых их называли по-моему дальневосточными элинами вот что такое лада вы знаете это вершина цивилизации древнего века вот и у них были культурные сады и вот эти же абрикосы у них уже были такие какие сейчас у меня растут там на Дальнем Востоке растут ну там в Москве поскромнее ладно они как-то где замахиваются почему-то вот что-то мешает а здесь получается так что все это уже было а когда я много-много вариантов еще рассмотрел это один из них да и вы уже знаете мою любимую главную в жизни вещь мое главное открытие оно говорит так что плодовые деревья эти культурнейшие плодами появились раньше нас вот так сели и так как начиналось с этого генотипа это уже не видно но если он близко к райскому можно сказать генотипу на самом деле учитывая что он пожил на манчжурце это уже вариант это уже фенотипы я не буду вам сильно термины главное что здесь морозостойкость внутри благодаря манчжурцу вкус благодаря чему он максимально вернулся к райскому саду он много лет вот таким был сейчас ниже покажу вот он много лет был заврядным вот меня случаев таких много я про них еще рассказывал мне придется так как вот это же не все вот это только начало разговора да вот вот это а потом еще продолжение я сказал на следующем вебинаре я покажу несколько ярких примеров потому что Алексей считает что у меня примеров мало и им нельзя доверять ну не то что доверять но сильно мало для вывода вот попробуем пока я быстренько набросал взял вот эту фотографию нашел а он сказал фотографию нельзя доверять ну нельзя нельзя значит это показалось и мне показалось вообще на рынке купил а кстати на рынке таких не бывает у нас Средняя Азия то ли тоже деградировала сливы огромные до 140 грамм вот смотришь так хочется взять косточку и посадить просто сил нет уже потом вспомнил что скоро юбилей и забываешь плюс на это а абрикос таких у них сроду не было в Средней Азии никогда за все 35 лет что везут с юга ни одного такого плода абрикосов то ли деградировали не знаю вот а вот этот второй пример я выбрал из десятков много селекционное клонирование это не шутки вот я выбрал это то что мне прислали фотографии из Калининграда а высылал то я веточку вишневую которые были в ней для энергии на черешне у нее получилась черешня а теперь возьмем косточку отсюда посадим или посадим как хотите вот и мы можем получить и черешню и обратно вишню и мой один из ярких примеров мой первый в жизни позор новому русскому сейчас же на том конце хутора его сад и там до сих пор растут эти я привил и продал ему пять черешен три из них стали вишнями спутать невозможно а этот так перемесил агенов что вот если бы я с ним дружил а он обиделся вот если бы я с ним дружил что бы было я бы потом взял бы веточки с тех вишен и с того бы получил черешню а потом бы получил бы витакинный гибрид витакинный гибрид вроде не бывает но уже первый вариант витакинный гибрид передвая пусть он еще свеженький кстати косик можно обратно получить вишню вот я к чему говорю если не заниматься вот этой вот работой я считаю это подвинеческая работа но совершенно направление ну его можно считать так вот они могли бы какие-то выводы результаты у них не было бы деревья раскорчеванно удалены если бы они не калечили деревья ну хотя бы это я же стыдно фамилию повторять самые гениальные садоводы России по абрикосам уже без фамилии посадил первый сад это с их воспоминаний мертвый второй посадил абрикосовый сад из тысяч мертвых и они и сейчас уже на том свете до сих пор наука не знает почему они мертвы и завтра кто-то это хрупнет постел опять этот может новый премьер-министр Мишутин скажет до конца до концов у железа абрикоса растут там еще эти у броскова как у латинко это что все а вы что не можете а они опять скрещивать начнут ничего не получат потому что они даже не знают что дерево не нуждается в вашей идиотской обрезке вот видите сколько я наговорил вот а самое главное почему у вас не получится потому что они изначально были культурные наша задача вот не перетасовывать эти сколько у них комбинаций было вот а просто совместить поняли к чему я кроню наконец-то хотя это коротко потом доказать в следующих вебинарах доказательства вот а если так на комбинированный способ комбинированный вот тебе смешный сад вот тебе не подходи с секатором с пилой вот тебе это самое максимальное количество и ничего что часть один садим мельче другие станут крупнее вот это только один из примеров куда он делся господи вот это только один из примеров когда только дай ему шанс проявить себя и ведь я же выбрал то не просто а именно Мичуринский а попробуйте посадить косточку и опять наша песня хороша кто опылит ладно доброго дня во все они в персиках асанский зацвел теплицы на третий год но на одной той же ветке есть родности три чисто белые тут вопросов нет там все таки бывают и дети бывают один глаз и собак я видел один глаз такого цвета другой другого вот тракция меньше надо было вот и все вот поэтому здесь вопрос простой у него два родителя но возможно вы скажете а он же мне в теплице а а некому опылить тогда он опылил сам себя так а вот допустим откуда взяться второму а попробуйте в теплицу летом в жару с закрытыми форточками прилетит а нету там персиков хасанский ничего персиков хасанский есть второй родитель вегетативный например мажорский абрикос китайское слива все я как мог ответил так а вам я что посоветовал вспомните это же из гостевой книги я сказал наблюдайте заметьте как я если сможете вот я фотографии нет вот мои кстати в теплице до сих пор еще это не просулись даже даже почки еще не тронулись в рост все таки в теплице правда все двери открыты и все там полтора десятка это самое портик все открыты вот то есть я сравниваю свою теплицу с вашей посмотрю тоже буду обращать внимание розовая белая в общем кто-то из родителей явно вегетативный так вот эта вот фотография тут правда немножко не по порядку она имеет отношение вот к этому я просто искал искал показать что он был заврядный здесь фотографию нашел у меня есть много крупных планов вот он Серафим вот он Королевский это было давно пора моего славы расцвета сейчас уже никому до середины стало не надо бесполезно уже им не надо какая сенсация не в том что я приелся а просто и вообще ничего просто не надо а вот это вот академик еще раз Серафим Королевский академик и вот тут он растет плохо видно самый был заврядный сорт закончился вот таким вот я угощал Елена Александровна Савельевич свидетели есть есть в фильмах есть попробуйте сказать что это неправда плоды как яблоки Сергей Железов этот снимок дня 3-4 назад ох и тормозили Железов милиция на этом на ГЭСе то есть надо было превратить посылки и выслать вот так выглядят Савельс выкопаны приготовлены к отправке тут вам и персики и абрикосы представляете как он обрезает я даже я не выдержал вот такие мышцы в другой день я срезал ветки с фаины но не мог я видеть что он сейчас отрежет и выбросит то есть полын надо отрезать чтобы пошло довольно по-внизу по ссылке я вам показывал вот не выдержала моя душа я их срезал и без города вдруг кто-нибудь купит вот тем более что отрезаны они были учитывая размер корней размер двухлеток то есть большая часть штамба остается но ветки прирост последнего года я отрезал почти полностью но душа не выдержала вот это все смотрите вот так показывают и на свалку а это миллионы долларов которые никогда не будет которые потратит наука и никогда ничего не получит а теперь о ценах про цены на культурные с ним разбирайтесь он их менял то брали то не брали вот он менял цену на манджорские абрикосы на жандели и у него последняя цена я позвонил говорю Таня ну как скажи последнюю цену он назвал манджорские 450 пункты ну сейчас спрос чуть увеличился а то вообще не было и жардели 350 когда-то за 200 продать не мог где вы были вот это вот вопрос к чему это из косточек и жардели и манджорцы что из них вырастет ну постараюсь ответить на следующий вебинар но сразу скажу это будут приличные полкультурные абрикосы уровня амуры большинство из них а подробнее я скажу потом а я как смотрю на вот эти просто да которые он выкинет вон они по-моему это груша ой я сразу